Всем привет! Это первый влог из 2018. Погнали! Знакомьтесь, это дамы в статусе. Хотите посещать выставки бесплатно, учитесь на искусствоведом. Сегодня я решила совершить музейный челлендж и посетить две выставки за вечер. Сейчас в Кунстхале проходит выставка о книгах художников. Поначалу я думала, что кураторы собрали книги о художниках, но нет. В этом говорит цитата, которая встречает нас на выставке, что книга художника – это не книга об искусстве. Это расценивается как самостоятельное произведение искусства. Художники прорабатывают не только содержание и иллюстрации, но и другие элементы своих книг до мелочей. Такие книги уникальны, так как сделаны вручную или выпускаются ограниченным тиражом. Здесь представлены коллекции самых интересных, по мнению кураторов, книг. И сперва может показаться, что выставка книг не самая лучшая идея, но она оказалась безумно интересной. Сейчас я вам покажу наиболее интересные творения. Например, комиксы и другие книги швейцарского художника Дитера Рота, который известен своими дневниками. Их можно легко спутать с палитрами, но, к сожалению, они не представлены на этой выставке. Почему, не знаю. Затем здесь можно увидеть множество архивов и фотографий. Например, французского фотографа, скульптора и кинорежиссера Кристиана Болтански. Здесь даже представлены книги советского художника, представителя московского концептуализма, который в 1988 году уехал в Америку. И зовут его Илья Кабаков. Живет сейчас он на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и работает в соавторстве со своей женой. В следующем зале представлен Клаус Бюмлер. Это работы ученика Йозефа Бойса. Сам он из Гамбурга. И здесь представлено собрание его рисунков. И его известная книга Пиноккио 1968 года. И даже перчатки Пиноккио. Так, идем дальше. И тут нас встречает перформанс от Марины Абрамович, мастера перформанса из Югославии. Ее работы затрагивают отношения между художником и аудиторией, а ее даже прозвали бабушкой искусства перформанс. В комментариях напишите, понимаете ли вы этот вид искусства, а если хотите узнать о перформансе больше, посмотрите видео по активной ссылке под этим видео. Если вдруг окажетесь в Гамбурге, имейте в виду, что выставка продлится до 2 апреля. Сейчас мы с вами направляемся в музей современного искусства на ночь фотографии. Там аншлагище. Как вы видите, я попала на открытие выставки фотографий молодых немецких художников. Этот проект с 2004 года организовал более 150 выставок для 122 победителей их премии. На этой выставке представлено 25 новых выдающихся перспективных фотографов. Коллекционеры, обратите внимание. А я вам покажу самых ярких, на мой взгляд, представителей. Во-первых, мне понравились эксперименты фотографов с тканью, то есть фотографы переносят фотоработы на различные поверхности. А также задумка куратора соединить работы двух художников противопоставления Николая Раппа и Моники Цановска. Надеюсь, что ее фамилия читается именно так. Дело в том, что Николай прожил долгое время в Африке, изучая быт местного населения, представителей которого мы видим на фотографиях, которые расположены напротив детей из элитных немецких семей, занимающихся аристократичными видами спорта. Висящие напротив портреты представителей негроидной расы, если честно, меня немного отпугивали до тех пор, пока с интересным рассказом не подоспел куратор и сам фотограф, которые и объяснили весь концепт. Дело в том, что у темнокожих есть крем, который отбеливает кожу. Этот крем и нанес фотограф, получив в итоге подобные акварельные полотна. В общем, из 25 фотографов мне запали в душу только эти три моих фаворита. Если будете на этой выставке, отпишитесь, пожалуйста, под этим видео, какие фотографы понравились больше вам и почему. Выставка продлится до 1 мая 2018 года, а в первые четверги каждого месяца вы можете посетить выставку бесплатно. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok